Бэтмен Бытует мнение, что Бэтмен является величайшим супергероем, эталоном, этаким рыцарем без страха и упрёка на страже своего города, защитником слабых и ярым борцом с преступностью и коррупцией. Бэтмен привлекает тем, что на фоне других супергероев является обычным человеком, вооружённым только чувством справедливости и кучей бабла, которую он тратит на борьбу с преступностью. Или не тратит. Салем Жалдаас, ты не ошибся и по-прежнему на канале Красная Юрта. Сегодня у нас немного непривычная тема – герои комиксов. Своё мнение по этому поводу оставляю в комментариях. Скорее всего всё, что я скажу дальше, не задумывалось авторами изначально. Но любое творчество – это отражение нашего общественного бытия. Такие комиксы являются вымыслом лишь отчасти. Бастаемос. Бэтмен или Брюс Уэйн – это воплощение современного представления о правильном капиталисте. Умный, сильный, красивый, справедливый, короче. Политик, лидер и борец. А главное – очень богатый. А какая у тебя суперсила? Деньги. Так какие качества ещё должны быть присущи герою? Жертвенность. Умение ставить общественные интересы выше личных. Чем жертвует и рискует Бэтмен? Что произойдёт, если враги вдруг узнают о его истинной личности, кто пострадает? Очередная девушка, которых он меняет как перчатки. Что враги могут сделать Бэтмену? Уничтожить его особняк? Отжать бизнес? Максимум покалечить, но не убить. А чем рискует наёмный рабочий? Парень из пригорода, небогатый, без связей и крутых родственников. Возможно, ваш сосед. Ну, например, Питер Паркер. Он же Человек-паук. Здоровьем. Ведь если его серьёзно ранят, то у него нет денег на лечение. Родными. Ведь у Паркера нет возможности увезти их из страны или спрятать в безопасном месте. Девушкой, учёбой, работой. В общем, всем, что у него есть. Ему приходится скрывать свою личность даже от родной тётушки. В то время как Брюсу прислуживает знающий его с пелёнок Альфред. И тут мы приходим к ещё одному качеству героя. Сострадание. У самого близкого для него человека ни личной жизни, ни хобби. Ничего нет. Просто прислуга и инструмент в руках тёмного рыцаря. Типичный пример эксплуатации человека человеком. Но как же? Брюс любит его как отца. Интересно, вы тоже к своим родителям так относитесь? Или будете относиться в 40-летнем возрасте? Разве не он должен заботиться о старом Альфреде, а не использовать его как работника? Хуже. Как раба. Альфред пашет 24 на 7. Интересно, получает ли он сверхурочные и пенсионные отчисления? Хотелось бы верить. Устраивает ли это самого Альфреда? А может у него просто нет выбора? Ведь кому сейчас нужен дворецкий пенсионного возраста? В городе не так много богачей. Пенсионеры в капиталистической Южной Корее вынуждены до смерти продолжать работать из-за низких пенсий. А также пенсионеры два раза чаще совершают самоубийства, чем работающие. Ой, не то. Возьми мою куртку, надень ее поверх своей, она не застегнется, но она поможет тебе согреться. Мне что, стать безработным после того, как вы погибете от холода? Нет, это исключено. Гуманизм. Но у героя есть хваленый кодекс чести темного рыцаря, который не позволяет ему убивать злодеев из гуманистических соображений. А что, если эти соображения совсем не гуманистические, а очень даже меркантильные? Что Бэтмену просто выгодно существование суперзлодеев? Они нужны для того, чтобы поддерживать чувство опасности и страха в людях, чтобы отвлечь их от борьбы за свои права. Почему, несмотря на все его старания, преступность не снижается? Коррупция, мафия, бандитизм процветают. Я всегда утверждал, что стал Бэтменом, чтобы сражаться с преступностью. Но это была полная ложь. Ведь понятно, что без денег нереально основать синдикат, дать взятку или создать суперзлодея. Деньги, как нам известно, появляются только там, где есть промышленность. Нет товара, нет денег. А кому принадлежит промышленность в Готэме? Правильно, корпорации Уэйн. Как ты забрал дом у банка? Я купил банк. Что, целый банк? Да как-то само вышло по привычке. Уэйн Энтерпрайзерс. Крупнейший монополист в городе. Ему принадлежат практически все компании, фабрики, мануфактуры, заводы, технологии в области военных, химических разработок, банки. И даже своя версия доставки еды есть. И все, кто смеет с ним конкурировать в открытом поле, поглощаются. Посмотрите внимательно на этого парня. Вы знаете, как его зовут? Или хотя бы что он сделал? Готов поспорить, что видите его впервые, хотя пользуетесь его продуктом каждый день. Это Кевин Систро. И он создал Инстаграм. Считается, что тогдашний король интернета Марк Цукерберг испугался конкуренции с быстрорастущим сервисом и решил купить его. Предложил нехитрый выбор. Либо ты продаешься, либо я тебя уничтожу. Затем появится переписка, где Кевин обсуждал с коллегами, что Марк войдет в режим уничтожения, если мы ему не продадимся. А со всеми остальными расправляется Бэтмен. Для этого у него есть осведомитель. Суперзлодей Пингвин. Тоже бизнесмен, который занимается отмыванием грязных денег в своем легальном казино. И который постоянно дает Бэтмену информацию на его конкурентов или очередном преступнике в обмен на неприкосновенность. Ведь если цель это сделать Готэм безопасным городом, то имея столько денег и технологий, можно было создать частную армию или снабдить оружием и техникой полицию и вычистить от всех бандитов город. Но ведь тогда жители поймут, что единственный здесь сверхзажиточный человек это Брюс Уэйн, в то время как все остальные постоянно живут на грани бедности. Сам Готэм, по задумке авторов, является иллюстрацией Нью-Йорка ниже 14 улицы. То есть беднейшей и опаснейшей его части. Каждую субботу газета Готэм публикует небольшую статью под названием «Готэм. Это». В этой колонке случайных жителей города просят закончить предложение о Готэм. Это используя не более трех слов. Колонку публикуют уже много лет, еще с тех пор, как я был ребенком. Вот некоторые слова, которые были использованы для описания Готэма за последние недели. Проклятый. Отвратительный. Бедлам. Убийственный. Готэм злодейский. Готэм – это проигранная игра. Готэм – город без надежды. Все довольно странно, когда градообразующие предприятия прекрасно функционируют. Капиталистам выгодно поддерживать хаос в городе, отвлекая население от реальных причин и их проблем. Особенно, если СМИ пропаганда не справляется, которая тоже принадлежит частникам. Одно из ведущих мировых печатных изданий – газета Daily Planet. Ну, это то место, где репортером работает Супермен в свое внегеройское время. И та принадлежит семейству воинов. Тогда приходится приходить к более радикальным мерам и реальным угрозам. Например, теракты внутри своей страны. Террористические организации, наподобие ИГИЛ или Аль-Каиды, запрещенные организации, спонсируются военными корпорациями. Нарисовать искусственного врага – чучело для дестабилизации ситуации в регионе, а на фоне этого выкачивать ресурсы, а беженцев использовать как дешевую рабочую силу. Но и главное – держать массы в постоянном страхе и укреплять свою власть. Теперь капиталисты обезопасили себя и свои миллиарды, как кое-кто, живущий за городом, в огороженной усадьбе, в пещере, в которую никто не может попасть. Отверженность. Если все капиталисты такие плохие, то зачем Брюс надевает костюм летучей мыши и скачет по городу, рискуя жизнью? Во-первых, это его извращенное желание. Человека, у которого уже все есть. Ему хочется каких-нибудь острых ощущений. Как олигархи, которые устраивают сафари и охотятся на диких животных, чтобы удовлетворить свою жажду крови и чувство превосходства. Я решил над ним поработать. Ни на кого до этого я так не набрасывал. Я не собираюсь вырубать или убивать его. Я хочу причинить ему боль. Я концентрируюсь на нервных узлах. Моя цель – сломать его так же, как он сломал меня. Да простит меня Бог, но я наслаждаюсь этим. А во-вторых, а так ли он рискует? Он ведь никого не убивает, зато вдоволь избивает. Злодеи в курсе, что Бэтмен появляется только ночью. Так почему же они все преступления проворачивают ночное время? Все просто. Они ему подыгрывают. Им нужны деньги. У него они есть. Зачем убивать спонсора? Они знают, что он оставит их в живых. Ну, максимум посадин. И даже не в тюрьму, а в лечебницу Архам. И то они затем оттуда сбегут, чтобы повторить этот театр тщеславия снова. В городе коррупция процветает, так что мешают Уэйну подкупить судей, чтобы они вынесли нереальный приговор в виде смертной казни или пожизненного срока в тюрьме. А признали злодея невменяемым и упрятали в психушку. Кстати, о ней. Лечебница Архам – это частная клиника. Деньги на обслуживание больных выделяются из госбюджета. Это деньги работяг, налогоплательщиков, которые их выделяют на улучшение общественной жизни. А такой постоянный наплыв клиентов, который обеспечивает наш рыцарь, очень выгоден владельцу, Джеремая Архаму, также известному, как глава мафии «Черная маска». Кстати, еще один работник этой больнички – злодей Пугало. Совпадение? Промышленные фабрики и финансовые компании являются градообразующими предприятиями Готэма. Брюс богатеет, в то время как жители страдают от безработицы, нищеты и как следствие становятся преступниками. Они грабят, воруют, продают себя не потому что сами этого хотят или по природе плохие, а потому что обстоятельства к этому принуждают. Бытие определяет сознание. Вот вам пример социалистические скандинавские страны. Закрывают тюрьмы из-за отсутствия преступников. СССР с самым низким количеством нераскрытых преступлений или современный Китай. А теперь сравним с США. Он запросто бы мог дать всем работу и обеспечить достойной зарплатой. Состояние его корпораций составляет по разным почетам да-да, такие исследования тоже проводились. Около 90 миллиардов долларов. При том, что в Бэтгаджеты он тратит всего лишь 100 миллионов. Еще одним доказательством того, что все суперзлодеи в его кармане это их глупость. Они что, вправду не могут определить личность Бэтмена, живя с ним в одном городе? Слушай, нельзя нанять 60 человек для рытья пещеры под твоим домом так, чтобы это осталось в тайне. Они все в твоем городе живут. Достаточно просто проследить за Бэтмобилем или задуматься, у кого же в городе есть такие финансовые и технологические возможности для всяких Бэтгаджетов. И все в этом у кирдык. Но так как этого не происходит, становится ясно, что все все и так прекрасно знают и ничего с этим поделать не могут. Он там власть и диктует правила. Единственный, кого нельзя подкупить, это Джокер. Именно поэтому Шут является его главным врагом. Варианты происхождения Джокера разнятся, но там всегда есть экономические проблемы. В комиксе «Убийственная шутка» будучи рядовым готемчанином, не смог реализовать свою потребность к труду, ну стать комиком и обеспечить собственным жильем беременную жену. Из-за нехватки денег связался с преступниками, которые его подставили и оставили в чане с химикатами. В оскароносном одноименном фильме из-за прекращения финансирования государством социальной сферы, а именно здравоохранения, из-за отсутствия выдачи бесплатных лекарств и психотерапии он срывается. «Нам урезали бюджет. Мы закрываемся на следующей неделе. Город сократил финансирование по всем направлениям и соцслужбам в том числе. Это наша последняя встреча». «Ясно». «Им наплевать на таких людей, как вы, Артур». Джокер понимает, что во всей этой социальной несправедливости виновата система. Но из-за незнания экономического мироустройства он не понимает, что и как надо делать, чтобы улучшить жизнь таких готыбчан, как он. «Я похож на человека, у которого есть план. Я знаешь кто? Я пёс, бегущий за машиной. Я бы не знал, что делать, если б догнал. Так что я просто делаю и всё». «Хэ». «Но точно понимает одно, что так дальше продолжаться не может эту уродливую систему, где всем правят деньги, необходимо уничтожить». «Единственный разумный способ жить в этом мире это жить без правил». И Бэтмен, как символа этой системы. «Я покажу тебе, когда дело плохо, эти, эти цивилизованные люди сожрут друг друга. Я не чудовище. Я вижу их насквозь». Такими анархистами, бунтовщиками, разрушителями, но не предлагающими альтернативы, имеющиеся капиталистической системе, властимущие научились справляться и даже контролировать. Так Бэтмен подослал к Джокеру своего шпиона Харли Куин. Мы же помним, что он имеет влияние в лечебнице. Поэтому, кстати, Харли практически не арестовывают и даже дают поработать на правительство, несмотря на всю её бесполезность как бойца. Кстати, если вам понравилась моя футболка с Джокером и вы хотите такую же, то заказывайте в любой полиграфии вашего города, а мы продолжим. В комиксе Культ авторы сами осознают имеющиеся капиталистические противоречия. Антигерой Дьякон критикует либеральную систему и законы её порождённые, бесили судов и даже предлагает людям взять контроль над городом, свои руки и построить нет, не коммуну, а религиозную общину. Мол, если все люди будут верующими, то богатые будут делиться с бедными, потому что так велел Господь. И угнетённые несправедливостью, нищетой и безысходностью люди этому верят. Берут оружие в руки и идут свергать власть имущих. Даже решают создать свою автономию. Само собой, такой идеалистический подход заканчивается крахом. Шариковское взять и поделить. А что Бэтмен? Он всё это время был заложником в культе. Он видит, что Дьякон прав, видит кучу несчастных людей, живущих в канализации и без средств существованию. Находящих утешениях в религии и наркотиках. Кстати, маску с него никто не снимает. Видать, и так знают, кто под ней. И вот Майдан. В этом страхе бежит из города, который поглотила гражданская война. И возвращается только когда правительство страны собирается вести войска и устроить жанаозен. Ещё бы, ему необходима дешёвая рабочая сила. Зачем решать проблемы, приведшие отчаявшихся людей к этим бунтам, когда можно просто подавить недовольство, обезглавив Майдан. Авторы этим нам говорят, альтернативы капитализму нет. После него только хаос, смерть, смиритесь. Этот же сюжет используется в Нолосском возвращении Тёмного Рыцаря, когда после победы над Джокером наш капиталист так устал играть в борьбу с преступностью, что просто отменил её на 8 лет. А может, просто цены на нефть были высокими, за счёт чего позволяли экономике расти. Или это не в Готэме было? Ну короче, лихие 90-е позади. Люди перестали бояться преступности, начали жить лучше. Но, как известно, при капитализме всегда наступает финансовый кризис, который бьёт в первую очередь по бедным слоям. На фоне увольнения и инфляции рабочие организовываются в профсоюзе, борются за свои права, требуют социальных гарантий, повышение зарплаты от Уэйн-энтерпризерс. Это явно не понравилось Брюсу. Ещё бы, и так терпишь убытки из-за кризиса, а тут добавок рабочие бастуют. Пришлось вытаскивать карманного монстра. Бэйн, я выбираю тебя. Он, при помощи бездомных, коих в самой развитой стране мира, 840 тысяч, при том, что пустых домов, где бы их могли поселить и социализировать, 18 миллионов, в 22 раза больше, чем бездомных, устраивает в Готэме хаос и призывает грабить богатых. Бэтмен в это время укрывается в бункере с якобы переломанным позвоночником, который он восстановил за три месяца, и вернутся Аки Рыцарь на чёрном самолёте, предварительно ещё нарисовав на небоскрёбе своё лого. И тратить пару часов, обливая мост бензином? Про Дэк Плейсмен горожане подождут. А самое абсурдное то, что битва проходит в рукопашную, в которых ему нет равных. Представьте себе, идёт война, а террористы и полиция бьются без оружия. Что это, если не спектакль? А про то, что комиссар Гордон купленный Бэтменом полицейский, говорить не приходится. Бен прячется в тоннелях. Что ж, тогда вызови всех до последнего копа в городе. При исполнении, не при исполнении, мне плевать, чем они заняты. Собери их, и пусть пойдут под землю и выкурят его оттуда. Сэр, по-моему, это не такая уж хорошая идея. Вдруг что-то пойдёт не так, и у нас в городе ни одного копа не останется. Аню дивизию, дело говоришь. Это я, наверное, из-за лекарств Единственное, у кого есть огнестрел, это наш миллиардер, которым он и побеждает Бэйна. Честный рыцарский поединок, в духе буржуазной морали. Что позволено Юпитеру, не позволено Быку. Потому что я Бэтмен! Я Бэтмен! А в конце фейерверк с самопожертвованием, ведь олигархи обожают фейерверки. 6 июля в Казахстане прогремели салюты в честь дня рождения столицы. И всё бы ничего, если бы не тяжелейшее положение, когда в пору объявляет национальный траур. И наш герой внезапно жив-здоров. Капиталист не способен на самопожертвование. Отдыхает в Европе, пока город восстанавливает за счёт бюджета. Небось ещё тендер выиграл на строительство инфраструктуры. Пьёт кофе с женщиной-кошкой, воровкой и обманщицей. Подобное притягивает подобное. Им закон не писан. Воры на свободе это обычное явление для капитализма. А бездомные, поверившие Бэйну, снова возвращаются на улицы Готэма. В его защиту можно сказать, ну и пусть он не использует свои деньги на благо народа. Так это же его деньги. Он сам их заработал и сам решает, как их тратить. Давайте я за всех заплачу. О, упс. Извиняйте. Ну да, у меня очень много денег. Знаешь почему? Потому что твои предки были богатыми. Он получил капитал в наследство, как и большинство западных миллиардеров. Оглянитесь, свободного рынка давно уже не существует. Все поделили и присвоили монополисты. Как для Бэтмена Готэм является игрушкой и собственностью, так и весь мир является собственностью кучи транснациональных компаний. Коллективного капиталиста. 99% всего в этом мире принадлежит всего 1% людей. Капитализация героя современности Илона Маска превосходит ВВП страны СНГ. Капитализация это инструмент для спекуляции на рынке ценных бумаг. Она не отражает фактического положения дел или потенциал компании, а отражает как бы текущую привлекательность на бирже. Илон один в состоянии накормить всех голодающих планетой и обеспечить жильем бездомных земли. Вместо этого он играется с финансами людей посредством соцсетей, а также собирается строить собственный Готэм. Ой, то есть Старбейс. Это ли не абсолютная власть? В комиксах часто рассуждают, что нельзя давать власть кому-то одному или кучке людей. Ведь если они захотят устроить войну или установить тотальный контроль, как Супермен в Инджастис или Альтрон во Мстителях, никто им уже не сможет помешать. Но при этом уже сейчас вся планета принадлежит кучке людей и Бэтмен один из них. Такого ли героя заслуживает Готэм? Ой, лан, жолдас. Субтитры создавал DimaTorzok